Традиционное мероприятие по наиболее актуальным вопросам, которое мы должны принять в ближайшее время. Внесены предложения и в развитии этих предложений ряд проектов-указов по развитию тех или иных направлений нашей жизни. Нуждается ряд вопросов в консультациях и совместной проработке в таком составе. Поэтому мы их выносим на обсуждение. Предстоит рассмотреть, как я уже сказал, принять решение по ряду важнейших вопросов, затрагивающих различные сферы экономики. Первое. Проект указа, где предлагается ввести ряд новаций в сфере оценочной деятельности, а также в случаях продажи имущества собственниками из недружественных стран. Как мы договорились, по-моему, никакого имущества мы никому не продаем, не передаем, если в результате санкций каких-то других причин иностранцы, которые имеют здесь собственность, предприятия, компании типа Макдональдс, ходят с нашего рынка, как я говорил, до свидос, мы разберемся сами. И как показывает тот же Макдональдс, мы прекрасно в этом разобрались, люди с удовольствием ходят туда, но главное, что наши люди, особенно молодежь, они же не все понимают. Главное – это безопасность. Еда должна быть полезной. В настоящее время в Беларуси работают сотни организаций, имеющих право проводить оценку различных материальных ценностей. Здесь, как и в иных сферах экономики, должны работать исключительно высокопрофессиональные эксперты, которые могут оказать качественные услуги, что называется с хорошей репутацией, которым государства и люди могут доверять проведение оценки. Только объективно проведенная оценка позволяет принимать верные управленческие решения, тем более, когда это касается рыночной стоимости государственного, ну, считай, народного имущества или будущих доходов бюджета. Ну, часто в рыночной экономике приходится осуществлять оценку того или иного имущества. Компаний таких, как я уже сказал, немало. Моё главное требование к новациям, которые предлагаются – прозрачность и контролируемость. Далее, правительство предлагает проявлять больше гибкости, не знаю, сколько тут можно ещё нагибаться, в вопросах продажи имущества, как я уже сказал, иностранцами из недружественных стран, и предусмотреть случай, когда такое возможно. Невозможно никогда. Я уже об этом только что сказал, забегаю вперёд. Но правительство находит, что невозможно, но когда-то в каких-то моментах возможно. Ну, послушаем, в каких. Разумеется, чтобы защитить нашу экономику от беспредела Запада в условиях нарастающего санкционного давления, мы приняли ряд системных документов. И сегодня ни один акционер или собственник, имеющий гражданство, недружественные страны, не имеет права без специального разрешения правительства и взноса в бюджет распродавать имущество, оголяя основные фонды экономики. Поэтому предметно хочу обсудить целесообразность принятия подготовленных правительством предложений о разрешениях на продажу имущества иностранцами. Второй вопрос сегодняшней повестки – противодействие выводу капитала. По сути, эта тема вытекает из только что сказанного. Беларусь, обложенная барьерами и запретами, живёт и работает в сложных экономических условиях. Санкции – традиционная и многократно отработанная практика давления так называемых мировых лидеров на неугодные им страны. К сожалению, это, если можно так сказать, модный экономический тренд. Таким образом, и Штаты, и Европейский Союз давно расправляются с конкурентами. Мы предлагаем иностранцам одни из лучших условий – преференции, льготы, инфраструктуру, ну и, естественно, компетенции. Приходи и работай, но не ради наживы, за счёт нашего народа. А если кто-то попытается есть механизмы противодействия и вразумления, тем не менее представители государственного контроля докладывают о фактах оттока средств в недружественные страны и даже о целенаправленном выводе прибыли за пределы Беларуси. То есть есть компании, и наши, и не наши, получили прибыль, деньги какие-то, и вывели за пределы Беларуси, разместили на счетах или ещё там. Короче, деньги, заработанные нашими людьми, выводятся за пределы Беларуси, и там работают на разных негодяев, которые вводят против нас санкции. Ну, грубовато так получается. Поэтому сегодня я хочу услышать исчерпывающую информацию о том, почему возникают такие прецеденты. Ведь на практике заградительные меры должны включаться молниеносно и без всякой раскачки. Как организована эта работа у губернаторов? Вы же, прежде всего, заинтересованы в инвестициях и в бездефицитном бюджете. Третий вопрос. Корректировка таможенного законодательства. Правительство информирует, что изменения необходимы в целях гармонизации законодательства Беларуси и России. То есть в рамках выполнения союзной программы. Но в процессе унификации нельзя ущемлять интересы государства. Когда мы принимали решение об унификации, было много предложений, в том числе и в плане таможенного законодательства. Чуть ли не создать одно министерство или таможенный комитет. Мы категорически от этого отказались. И договорились на высшем госсовете, в том числе, что мы создадим единую группу, которая будет вносить рекомендации, видеть, как осуществляется таможенный контроль и так далее. Не лишая государств этих полномочий и функций. Это говорит о том, что мы, Россия и Беларусь, суверенное и независимое государство. И из этого надо исходить. Принимая те или иные решения, те или иные вопросы. И, как видите, нам удается выстроить такие союзнические отношения, которых на планете никто не знал и не знает. И они должны совершенствоваться. Система общая, похожая, как угодно. Но должны быть два суверенных, независимых государства. И всякие там вяканье и писания, я только что вот обзор прочитал, что все, Беларусь теряет суверенитет. Мы ничего не теряем. Не только вы, но и журналисты. Вы видите, что на этой суверенной территории, которая принадлежит нашему народу, принимаем решения только мы. И действуем только в исключительных условиях, которые выгодны для нас. Все нововведения должны стимулировать рост белорусской экономики, выводить ее на качественно новый уровень. Это важнейшая задача для всех государственных институтов и таможня не является исключением. Доложите, действительно ли изменения соответствуют требованиям времени? Как учитываются запросы нашей экономики? Как нововведения отразятся на работе таможенного комитета Беларуси? Все ли инициативы учтены? Не упустили ли мы чего-нибудь важного? Четвертый вопрос. Оказание господдержки двум строительным организациям в Брестской и Гродненской областях. Я этот документ с колена не подписал. У меня возник один вопрос. Вот мы оказываем двум организациям строительную поддержку и помощь. А что? Они оказались в каких-то чрезвычайных условиях? Что другие тресты и компании строительные работают хорошо, и у них нет этих проблем? Или это только начало? Спасение утопающих – дело рук самих утопающих. Знаете это? Поэтому как только они начнут себя спасать и в этом отношении продвинуться, тогда мы будем их поддерживать и оказывать помощь и поддержку. А ждать, что мы из бюджета возьмем деньги, и пенсионеру, и отдадим компаниям, которые должны работать и зарабатывать. А сегодня конь не валялся, как в народе говорят. Иди и зарабатывай. Не хочешь в Беларуси? Соседняя Россия. Выгодные контракты, огромные деньги. Иди работай, зарабатывай. Что вы пришли в бюджет просить деньги? Ну, может быть, и надо. Давайте посмотрим. Вопрос серьезный. В заявленных вами организациях трудоустроено около 3,5 тысяч человек. Важно знать, только эти две компании, как я уже сказал, оказались в затруднительном положении. Или есть другие? Почему мы выделяем эти компании в Брестской и Гродненской областях, самых богатых областях страны? Какие меры приняло правительство для восстановления их платежеспособности, стабилизации финансового состояния? Пятое. В завершении нашего совещания обсудим вопрос создания российско-белорусского космического аппарата дистанционного зондирования Земли. Проект указа уже поступил на мое рассмотрение. Правительству было поручено более детально проработать вопрос финансирования этого проекта. Лишних трат быть не должно. От создания этого космического аппарата должна быть максимальная экономическая отдача. Космический аппарат мы создадим. Возьмем платформу российскую и навесим свою аппаратуру. То, что мы умеем делать, это не вопрос. Не вопрос. Вопрос только в том, насколько это нам надо. Какая от этого будет экономическая отдача и кто будет платить. Рассматривать проект нужно не только с точки зрения национальной безопасности, но как перспективное направление двустороннего научного сотрудничества, которое позволит развивать компетенции белорусской и российской страны, а в будущем принесет еще большую отдачу нам и нашим партнерам. Ну и заодно хотел бы услышать информацию о том, у нас подобный аппарат дистанционно задержанной земли, ресурс его продленный, летает. Окупили мы его, не окупили. Как мы считаем эту окупаемость? Есть у нас и второй аппарат связи. Он как работает? Что мы получаем от него? Хорошие деньги заплатили? Вернули, не вернули? Или мы просто финансируем предприятия наши, в том числе, которые работают в этом сегменте? Так они сами должны работать, зарабатывать деньги. Перспективное направление. То есть у меня такие были сомнения и рассуждения. Поэтому я решил на это совещание внести и этот вопрос. Жду соответствующих предложений от нашего правительства.